Сегодня вы узнаете, как удалось спасти московскую биржу и все-таки возобновить торги. Я вам расскажу, как проходили сегодня торги, а также почему я не покупал и не продавал сегодня акции и когда я буду это делать. Вы находитесь на канале Путь Инвестор, обязательно подписывайтесь, с вами Артем и мы начинаем. Акции на московской бирже не торговались более трех недель с 28 февраля. В последний день торгов 25 февраля российские индексы закрылись ростом. На ваших экранах индекс московской биржи и вы можете видеть, как 24 февраля мы низко упали до 1660 пунктов. И конечно, если биржа продолжала бы работать, мы увидели еще более низкие уровни и это могло привести к коллапсу всей системы. В своем телеграм-канале перед началом торгов я опубликовал свои мысли и поделюсь ими с вами. Торги сегодня будут нерыночные, так как нерезидентам продавать российские акции нельзя, а какова же их доля? По некоторым оценкам им принадлежит около 50% всей стоимости компании. И как вы понимаете, большинство выйдет из них при первой возможности, но не сегодня. Шортить и играть на понижение запрещено. ЦБ будет на готове, есть 1 триллион рублей, которые в критический момент могут быть использованы для поддержания стабильности. В самом начале торгов возможно сильное движение вниз, это будет срабатывать маржин коллы и начало торгов в этом плане самое лучшее время для подбора. На мой взгляд, сегодня будет рынок покупателей, а продавцов будет очень мало, им нельзя. Рынок акций сейчас может стать убежищем от высокой инфляции и не исключаю, что российский капитал будет идти на биржу. Что буду делать я? Положу немного кэша перед открытием и буду следить за ценами на Норникель, Газпром, Роснефть, Лукоил и Фосагра. И как только увижу интересные уровни, возможно и прикуплю на очень небольшую часть портфеля. Так как рано или поздно нерезидентов надо будет выпускать и они определенно уронят цены. То есть, как вы поняли, торги происходили в нерыночных условиях и поэтому объективно сегодня их оценить нельзя. Кстати, всех приглашаю в наше комьюнити в Телеграме, там мы все вместе обсуждаем последние новости компании, делимся своими идеями и туда я выкладываю презентации по своим роликам и делаю ежедневные обзоры рынков. Подписывайтесь в Телегу обязательно, чтобы не потеряться, потому что YouTube с высокой долей вероятностью будет в ближайшие дни заблокирован. А если у кого есть желание поддержать канал, можно отправлять донаты на номер вот этой карты, потому что YouTube у нас отключил монетизацию для всех авторов. В итоге на начале торгов мы увидели ралли и никаких маржин коллов, в чем огромная заслуга наших финансовых властей, которым удалось все-таки купировать эту по-настоящему серьезную проблему. Индекс в моменте рос более чем на 8%. Мои фавориты в принципе неплохо себя показали. Фасагра шел на первом месте 32%, Роснефть шла на четвертом месте 20%, Газпром шел на девятом месте плюс 18%. Также не затерялись Лукойл и Норникель 14% и 16% роста. В итоге к концу торгов индекс московской биржи вырос на 4,5%, в то время как индекс РТС, это индекс который номинирован в долларах, упал на 9%, но это и объяснимо, потому что рубль очень сильно обесценился за последнее время. В лидерах роста у нас оказался Фосагра, который прибавил 26,7%, а также Татнефть, Новотек, ФСК ЕС и Сургутнефтегаз привилегированные. Худшую динамику показал Аэрофлот, минус 16%, но это понятно на фоне закрытого неба и проблем с лизингами и самолетами. Также сегодня потеряли Транснефть, МТС, Детский мир и ВТБ. Если мы посмотрим на тепловую карту рынка, мы увидим, что нефтегазовый сектор чувствовал себя сегодня довольно уверенно, точно так же как и сектор цветных металлургов, это Норникель и Русал. При этом черные металлурги на самом деле сегодня выступили не самым удачным образом, Магнитка, минус 0,36%, Северсталь, минус 3%, НЛМК, незначительный рост, плюс 3%. Также хорошо себя сегодня показали Алроса, плюс 11%, и Поле золота, плюс 15%, и, кстати, Ритейлер Магнит, плюс почти 8%. Под давлением остается банковский сектор, где санкции могут быть еще больше увеличены, особенно попал под давление ВТБ, который попал в стоп-лист в США. Также я для вас озвучу еще одни интересные итоги торгов. Совокупный объем торгов акциями составил 108,6 миллиардов рублей. Сделки с акциями заключали 121 профессиональный участник торгов и 567 тысяч частных инвесторов. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 58,2%. Это говорит о том, что никакого триллиона еще не было на рынке. В итоге я уверен, что самыми главными покупателями сегодня были частные инвесторы. На руках у людей есть капиталы, они жгут карман. Если у нас наблюдается инфляция, соответственно, они постепенно, деньги обесцениваются, и их надо куда-то вкладывать, причем срочно. И вот они пошли на фондовый рынок. Как итог сегодняшних торгов, мы можем констатировать стабилизацию финансовой системы России. Набеги на банки в прошлом, наличность возвращается обратно. Кассовые разрывы и дефицит ликвидности практически полностью устранены в кратчайшие сроки. Банки снижают займы УЦБ, возвращают деньги. Рынок РИПО стабилизирован и развязан по незавершенным операциям 24-25 февраля. Риски обрушения пирамиды РИПО устранены. Рынок ОФЗ спасен, кривая доходности демонстрирует исключительную стабильность, а спреды к денежному рынку отрицательны, как в лучшие времена до конфликта. И сегодня вишенка на торт. Рынок акций спасен, феерический рост после перерыва, каскадные маржин колы устранены, брокеры, дилеры и банки все живы. Те, кто предсказывал конец экономики России через месяц и что рынки никогда не откроются, теперь понимают, что погорячились. Все удалось стабилизировать и запустить, конечно с ограничениями, но и это большой успех в текущей ситуации. Это вселяет уверенность в завтрашнем дне и говорит о запасе прочности. Ну и в конце я отвечу, почему не покупал сегодня никаких акций. Как я вам уже говорил, открылись мы с ралли, на рынке не было совершенно продавцов, были одни покупатели, поэтому я не увидел никакого смысла сегодня что-то покупать. Я не знаю, когда нерезидентов будут выпускать из российских акций и даже не знаю, будут ли их когда-нибудь вообще выпускать, но я думаю, что будут, вопрос только когда. Именно действия нерезидентов я считаю самыми опасными в текущий момент, именно они могут существенно обрушить российский рынок и все правильно, что им запретили выходить, но рано или поздно их выпустить придется. Я против того, чтобы ловить какие-то тайминги, считаю, что это невозможно, но когда будет справедливая рыночная ситуация, тогда можно будет просто более объективно взглянуть на рынок. Все, что я сегодня говорил в ролике не является никакой инвестиционной рекомендацией, это просто мои мысли и как всегда в конце лайк этому ролику обязателен. Спасибо.